Давайте. Мы сегодня беседуем с Александром Васильевичем Пыльцыным, фронтовиком, штрафбатовцем, участником взятия Берлина, советским генералом, писателем, общественным деятелем. Беседуем мы накануне трагической даты нашей военной истории, накануне 8 сентября. Это 75 лет со дня начала блокады Ленинграда. И вот произошла такая история, что за несколько месяцев до этой даты у нас в городе появилась мемориальная доска финскому маршалу Карлу Монаргиму, который участвовал в этой блокаде, осаждал город с севера, был одним из ее организаторов. Как вы, Александр Васильевич, этот факт оцениваете? Как смотрите на то, что появилась здесь эта доска? Вы знаете, после того, когда в Иркутске установили памятник Колчаку, ну и много таких подобных фактов в нашей современной, как говорят, нынешней истории, то оно кажется уже, ну, каким-то запланированным действом, понимаете? Все это постепенно, постепенно, и вот, кто как-либо там возвращается к нам, бывший белый... Колчак. Или генералы, или их тела. Но, во всяком случае, все это нас, фронтовиков, возмущает. Возмущает, потому что преклонение перед теми, кто хотел погубить Советский Союз во время войны, оно не красит даже тех, кто перед ним преклоняется, понимаете? И, естественно, тем более, что такое имя, как Маннергейм, мы же прекрасно знаем его еще, ну, мы старшее поколение прекрасно знаем еще и по финской войне, по линии Маннергейма, потом как случилась эта война и как она закончилась. Ну, во всяком случае, мы знаем, что Маннергейм был виновником того, что миллион, так сказать, ленинградцев погибли во время блокады. Ну, вообще говоря, если на то пошло, так почему тогда Лееву не поставить какой-нибудь памятный знак, который организовал блокаду у Ленинграда, ну, можно придумать даже. Ну, а его Гитлер снял, потому что не получилось у него. Ага, значит, раз он был не с Гитлером, значит, он хороший человек, да? Вот, тем более, там, Гранин, потом Лебедев, Юрий, они очень много пишут о нем, как он заботился о людях, как он же заботился о солдате немецком, а то, что он был виновником гибели сотен тысяч и почти миллионов ленинградских жителей, это вроде, так сказать, ничего, это не отрицательный фактор. Положительный фактор, но заботился о немецких солдатах и хвалят его. Ну, может быть, они еще этого Кюклера, который сменил его в январе 42-го года, то уже его Гитлер снял, потому что он начал вступать, когда уже блокада фактически была ликвидирована. Ну, так, уж если на то пошло, ну, честное слово, у нас более приятное впечатление было о короле Михае, румынском короле, его даже наградили орденом победы, он до сих пор жив и до сих пор, так сказать, считается, что он совершил благое дело, когда вывел Румынию из войны и объявил войну Германии, они участвовали в войне, и даже на Рейхстаге есть роспись одного румынского солдата, который участвовал в битве за Берлин. В общем, получается так, что находим моменты, которые очень играют не ту роль, которую надо играть сейчас, в то время, когда нам фактически опять угрожают войной уже весь западноамериканский мир. Ведь фактически Украина – это плацдарм, с которым может начаться война. Ну а такое впечатление, что мы готовы принять любые условия, если принимаем как героев тех, кто пытался уничтожить нашу страну. И сейчас стремление-то уничтожить Россию, разгромить ее на кусочки, чтобы она не существовала как исторически сложившееся государство. Ну, не знаю. Казалось бы, такие парадоксы нашей жизни. С одной стороны, мы видим, какой сейчас взлет патриотизма в народе, как на 9 мая все клеивают «Спасибо деду на победу» наклейки, «Бессмертный полк», генералиссимуса Сталина выносить стали в большом количестве портреты, и, так сказать, известно, что у Сталина рейтинг высокий сейчас среди русского народа. И всегда был. И вдруг, и вдруг Монаргейм, вдруг памятник Краснову открывается, который, так сказать, непосредственно у Гитлера возглавлял рейхский министриат по казачьим войскам на Восточном фронте. А о чем думают эти люди, как вы думаете? Вот глава администрации президента Иванов, министр Мединский, которые открывали эту доску, где их логика? Не знаю, где логика. С Мединским у меня интересны, ну, как-то не сложились отношения, хотя я и пытался эти отношения завязать. Дело в том, что в его книге, большой книге из 1938 года, война, там он цитирует меня, когда ведет речь о сортовых батальонах. Ну, я и подумал, раз он, так сказать, цитирует меня, значит, он знает, читает. И вот последнюю книгу, которую я и вам подарил, я передал в Российское военно-историческое общество, где председателем того, что почему-то гражданский министр. Ну, есть у нас и Махмуд Гореев, генерал армии, доктор исторических наук, доктор военных наук, почему бы не быть ему председателем этого российского общества? Или генерал Ивашов, тоже доктор исторических наук. Ну, а вот взяли и сделали Мединского. Ну, видимо, тоже с какой-то целью определенной. Потому что не получается. В свое время Мединский в передаче с Соловьевым, ему задали вопрос, а что, если бы вам сейчас пришел молодой человек и принес книгу такую, как вот Достоевского, унижен то же самое «Преступление и наказание». О, мы бы ему зеленую улицу устроили. Я ему написал письмо. Я не молодой человек, я уже человек, давно, так сказать, перешедший всякие пределы, так сказать, среднего возраста. россиян, вот, 90-летний человек. Но я вам предлагаю книгу, которая, вот, о штрафных батальонах, где правда вместо того, чтобы вот пускать на всех экранах и на всяких издательствах неправду, типа Владарского. Делайте книгу, сделайте про... Издайте книгу такую в массовом тираже, потому что я, например, издал эту книгу за свой счет фактически, ну, тиражом полутыщи экземпляров. А ведь требуется и просят люди как можно больше, больше, больше правды давать. Ну, замолчал. Когда я книгу послал, его сотрудники, ну, в частности, там, Назаров, веков, увидели эту книгу и говорят, ой, такая книга, такая правда о войне и в таком малом количестве экземпляров, ну, что это такое 500 экземпляров? Давайте мы эту книгу переиздадим в большом количестве экземпляров. Я говорю, ну, а как это сделать? Ну, как, вы нам дадите полностью этот диск этой книги, а мы ее через крупное издательство издадим. Ну, дай бог. Не получилось. А потом замолчал Назаров, который был инициатором этого, замолчал, потому что, видимо, кто-то цикнул на них. Не смейте эту правду проталкивать. Вот лучше пусть будет правда Владарского, правда Михалкова, где штрафной батальон, вооруженный черенками от лопат, идет на крепость. Ну, слушайте, до такой степени уже додуматься, до таких нелепостей и считать это это правдой. Ну, вот, видимо, и Меннергейм тоже вот правда. А вот он служил в российской армии, он даже русский язык лучше знал, чем финский, потому что, во-первых, швед по национальности, во-вторых, служил-то он фактически не в России, а в Варшаве, тогда Варшава была российской. Вот. И потом где-то здесь конюшня была, где он начинал свою службу. не зря его эти самые защитники Ханка назвали прихвостнем хвоста. Ну, не знаю, во всяком случае, эта фигура-то настолько отрицательная в истории людей, а тем более в истории ленинградцев, переживших блокаду. И вот плюнуть, так сказать, в лицо этим погибшим и тем, кто помнит все это, поставить, вот, нате, вам Магрегейма, поставим еще, ну, поставите, давайте, Корнилова, поставьте, давайте, еще. Да мало ли что можно найти. Найти какую-нибудь зацепку, а вот он вроде русский язык хорошо знал, поэтому он достоин. Ну, не знаю, я не понимаю такого отношения наших властей к этому, к нашей военной истории, так будем говорить. Ну, я хочу сказать, что город сопротивляется доске, общественное мнение однозначно против, историки выступают по этому поводу, депутаты некоторые, ну, вот, два раза, вы знаете, краской доску закидывали, один раз мы непосредственно это делали. Завтра будет общегородской митинг, траурный по поводу начала блокады и против доски. Надеюсь, что все же нам общими усилиями вдастся переломить. Да, к сожалению, я уже в таком состоянии, так сказать, подвижности с отрицательным знаком, что я уже, к сожалению, не могу участвовать, а хотелось бы участвовать, конечно, во всех этих мероприятиях. Ваше слово, ваша биография, оно весит больше, чем наши действия, поэтому вы просто говоря об этом, безусловно, чашу весов склоняете туда, куда нужно нам всем. Надеюсь, что удастся все-таки с ней справиться. я еще считаю своим ну что ли недостатком своей биографии, что мне не удалось участвовать в обороне Ленинграда. Ну, ты в других. Везде ж невозможно его сказать. фронт белорусский прошел мимо. Антонина Васильевна, например, она сирота, круглая сирота. У нее отец погиб в защите Ленинграда. Братишка погиб во время бомбежки в Ленинграде. Мама не выдержала всех этих потрясений. Тоже умерла. И вот она осталась круглой сиротой. Единственной. Много тут о ней можно сказать. Вот такие люди, которые они особенно остро переживают вот эти явления Маннергеймовского плана. Особенно остро переживают. Ну, а мы фронтовики уже привыкли переживать всякого рода такие гонения всякие. Ну, не знаю, что вспоминать, конечно, об этом. Ну, помните ту самую так называемую монетизацию льгот, когда все льготы все отменили настолько, что ну, я сейчас вот нужно по крайней мере хотя бы два раза в год ловиться в больницу под капельницей, там, под все остальное. Мы не можем этого сделать, потому что за все надо платить фактически сейчас. Сейчас бесплатной медицины практически нет, потому что сколько мы бы пробовали бесплатную медицину, не получается бесплатная она, во-первых. не так лечит. Во-вторых, если она получается, то потом говорят, слушайте, что вам наделали, вас испортили, вам сделали хуже на бесплатной медицине. Поэтому приходится платить за заканчиваем все. Возвращаясь к Маннергиму, такой еще возникает аспект. Наши власти говорят о том, что мы боремся с реабилитацией нацизма, возмущаемся тем, что парады эсэсовцев в Прибалтике, мучаемся Бандера с Шухевичем на Украине национальные герои, но ведь Маннергим встает абсолютно в один ряд с ними. Спрашивается, если здесь можно Маннергим, почему им нельзя? Конечно, получается так. Да мы, собственно, и не очень сильно возражаем против бандеровцев на Украине. Потому что, ну, я вспоминаю, когда был президентом Украины Ющенко, когда поднялась вся эта бандеровская, извините, банда во время праздника 9 мая ветеранов, которые шли, снимали, срывали ленточки, срывали медали, когда начали громить кладбище братские, мало того, обыкновенное гражданское кладбище, где похоронены люди русские, начали сметать. У меня мама похоронена на Франковской. Ее могилу сравняли с землей, потому что там крест и надпись и фотографии, все по-русски было написано. И фамилия русская, и по-русски написано. А-а-а, москали, вон здесь, с украинской земли. И у нас не было никаких мед... Я вспоминаю, иногда смеемся, о, китайское предупреждение, 457-ое китайское предупреждение были американцам. Они хоть как-то реагировали. А у нас никаких абсолютно вот только против этого самого эстонского бронзового солдата как-то еще проявились. А потом никаких возражений, никаких заявлений, никаких очень много мы сделали для того, чтобы возродить все это и нацизм, и фашизм, ужасовый современный фашизм. Мы думали, что мы в Берлине разгромили окончательный фашизм. Оказывается, не окончательный. Еще окончательный предстоит, наверное. Спасибо вам, Александр Васильевич. Ну, постараемся довершить начатое вами дело, чтобы не было Маннергейма в Петербурге, Бандерна в Украине, что-то посложнее.